Вы приводили данные по логеново-сегвинированию для черной вороны. И у западной черной вороны там две группы аллергии. Можно ли оценить генетическую дистанцию между ними? Если да, то сравнимые валюты с генетической дистанцией по микроэзиональной ДНК по время диверсии для западных, для восточных. Наверное, всё это можно, я ещё не занимаюсь, вот на перечень свежих данных, для меня это новое совершенно хорошее общество принятое. Да, хоть для этой пресловутой голубой сороки показано, что всё-таки это древняя дивергенция естественная. Дивергенция других воронов тоже показывает примерно те же расстояния генетические. В годы, в тысячи лет можно это перевести, приблизить? Ну, я вот избегаю таких оценок. Во-первых, птицы это глупо-престаре антологии, то есть какие-то калибровок сделать практически невозможно для птицы. Достаточно сохраняется. Во-вторых, многие по ощущению бегают в лекулярные часы, и считают, что их норма разной линии может быть в разной совершенно скорости. Даже в одной линии она может позабредляться и повыстряться, и так далее. То есть это всё очень сложно и противоречиво. Ну, если там, грубо, следовать по словам оценкам 2% за миллион лет, то это было один. Ну, то есть там по второму порядку. То есть там порядка 2-2 миллионов лет. Ну, это, например, казалось, выше, наверное, оценка. Разные группы, они разные. То есть считается, что для мультиледовых категорий, эта оценка должна быть гораздо меньше. То есть там же не 2%, а 0-2%. Тогда вот ещё какие-то страхи это уменьшается. Вот я скорее поделюсь, это клинция.